Панацея для землянина Помните, когда человек знает информацию о системе высшего обучения, когда он игнорирует происки и зацепки деструктивных сил, он ровно и спокойно реагирует на любую поступающую информацию из-за них, то собрать с такого человека энергию будет просто невозможно. Тем самым он на одну частичку ослабил Грегор страха. Тем самым он внес весомый вклад в освобождение себя и каждого человека на Земле. Тем самым он созидает и гармонизирует пространство на нашей планете. Именно таким образом человек переходит на новое сознание эпохи Водолея. А это пятое измерение сознания. А если таких людей соберется сотня, тысячи и сотни тысяч, именно тогда пойдет сдвиг в мировом масштабе. Люди наконец-то объединятся и выйдут в состояние гармонии. Сред за этим каждый найдет свое место в жизни по своей профессии. Потому что именно из страха не выжить человек боится решиться на дело своей жизни. То есть стать счастливым и благополучным. Конечно, можно не верить в то, что нами управляют Эгрегоры. Но все свобода выбора – это тоже один из высших законов космоса. Задачи деструктивных сил. Их задача медленно, но верно – максимально широко захватить власть. Изменить в обществе высшие ценности нравственности. Привести к тому, чтобы извращения считались нормы общества для растления и разложения духовно-нравственных ориентиров и скатывания по лестнице инволюции. Их главная цель – повернуть человека вспять эволюционного развития сознания в сторону деградации. А есть всего два пути развития – эволюция и инволюция. И свобода выбора всегда остается за человеком. Чтобы понять суть управления из тонкого мира, нужно расширить свое сознание и допустить в своем сознании те вещи, которые считаются фантастическими. Выбор каждого человека состоит в том, что вы себя считаете или вольным мустангом, или ломовой лошадью, которую запрягли и принужденно заставляют вести тяжелый груз по кругу. Помните, что, приучившись так ходить, она не жизнеспособна. Но человек тем и отличается, что у него есть неокортекс, который способен помочь человеку думать и осознанно выходить из любой колеи. Это чисто ваш выбор. В идеале у человека, который дошел до пятого уровня развития сознания, внутренний мустанг должен быть свободен. Помните, у души всегда есть свобода выбора идти по эволюционной лестнице развития или деградировать и катиться вниз. Впереди вечность, и души могут приходить сюда на Землю бесконечно. Что с ней происходит, если она постоянно не выполняет свой контракт души? Ее вновь и вновь посылают на Землю для прохождения одного и того же урока. Могут усугубить ситуацию, поместить в более трудные условия, чем были в прошлом воплощении. Иногда облегчают, если видят, что душа не справляется раз от раза. Но если деградация происходит дальше, то душа теряет энергию. В результате она теряет упругость, четкость, она загрязнена, и главное, она обесточивается. У души нет смерти, но ее разбирают на энергетические части и переводят на другой вид энергии. Это происходит редко, один-два процента от всех душ. Душа знает, что такое бывает. И это ее пугает, особенно ту, которую уже разбирали и собирали заново. Главное стремление души закончить череду воплощений и самой создавать миры, быть сотворцом на более высоком уровне. Цель данной идеологии – донести до больших масс людей законы мироздания. Ваша задача – использовать эти законы или жить, как вы посчитаете для себя полезным. Если вы все 24 часа в сутки думаете позитивно, то вы постоянно находитесь в позитивных эгрегорах, что дает вам море энергии, возможностей и потенциала. В этом случае вам будут приходить только позитивные мысли и идеи, так как вы подключаетесь к самому высшему источнику с безграничной энергией любви. Весь космос пропитан этими вибрациями. Этот источник огромен, в отличие от низких земных деструктивных эгрегоров. Они ничто по сравнению с ним. Соответственно, если вы на одной волне с высшим позитивным миром, то у вас будет энергии, хоть отбавляй. Вы станете энергетическим миллионером. Выше в разделе «Закон гармонии» я описывала подробно, как это сделать. Помните, первый шаг всегда за вами. Где быть, в каких вибрациях купаться, в каком мире пребывать. Идти по лестнице развития или скатываться вниз до разбора души. Создайте намерение прямо сейчас, ответив на вопрос, где вы хотите быть. В то же время уясните аксиому, что в наше время каждый из нас наделен новыми возможностями и способностями. Прочитайте следующий текст вслух и осознанно. Вы способны цариком и полностью контролировать собственные эмоциональные реакции и ограничивающие установки программы. Это делают уже тысячи людей. Вы обладаете способностью выбирать направление собственных мыслей. Это делают уже десятки тысяч. Вы имеете право выбирать те мысли, которые хотите. Это делают уже десятки тысяч людей. Вы умеете выбирать нужные мысли, когда хотите. Это делают уже десятки тысяч. Способность управлять мыслью вам приносит огромное удовольствие, потому что вы чувствуете, что смогли. Это делают уже десятки тысяч. Когда вы заметите, что уже легко и свободно управляете своими мыслями, вы почувствуете себя хозяином, автором своей жизни. Когда вы легко убедитесь, что вы хозяин своей жизни, ваша жизнь начнет меняться в ту лучшую сторону, в которую хотите вы. когда вы увидите свои позитивные изменения, вы почувствуете себя счастливым человеком и поймете, что мир вокруг вас дружественен. С чего же начинать обретать внутреннюю свободу? Конечно, с осознания глубинных причин, а далее наработки новых привычек реагирования на людей и ситуации. Конфуций сказал, «В пятнадцать лет я устремился к учебе, в тридцать лет стал самостоятельным, в сорок лет освободился от сомнений, в пятьдесят лет познал верение неба, в шестьдесят лет стал отвечать правду от лжи, в семидесяти лет следуя желаниям сердца и не нарушая ее правил». Позвольте задать вам вопрос, с какого возраста вы перестанете предавать желания вашей души? Доколе вы будете изменять ее желаниям? Как часто мы идем по желаниям социума? Родителей, партнера, которые рядом, близких и доброжелателей, которые вызывают чувство вины по поводу вашего поведения, противоречащего шаблоном социума? Я на своем профессиональном пути встречаю очень много людей, которые прожили не свою жизнь. Выбрал работу не по зову души, а по другим критериям. Деньги выгодно устроили, удобно рядом. Выбрал учебу и дальнейший профессиональный путь по желанию родителей. Они же лучше знают, как правильно своему малышу. Выбрал партнера, брак по расчету, а не по любви. Мужчина, который женился подолгу, например, беременной женщины, ее обещал. И наоборот, женщина забеременела и боится остаться одна, без материальной поддержки и прочее. А что происходит в итоге? Вселенная через людей, которые рядом, начинает вам говорить, что вы сделали ложный выбор для души. Мужья пьют, бьют, женщины пирят. Тотальный контроль и ревность. В профессиональной сфере клиенты неблагодарные, неадекватный начальник и вообще вся жизнь идет к крахам. В этих случаях происходит тотальная ложь окружающим и, главное, самому себе. Что же происходит с планами души в этом случае? Вы помните, зачем вы сюда пришли? Реализовать замыслы души и ее проекты, то есть идти по тем желаниям, которые возникают в душе. На шум тело через шаблоны социума всячески противостоит этому пути. Ум твердит, делай как все, делай как тебе верит социум, иначе ты будешь изгоем этого стада. Но это в древности человеку выбиться из ста или племени, было чревато остаться в одиночестве и физически не выжить. А сейчас времена изменились. Никто от голода, холода и хищников не умирает. А вот шаблона поведения остались на том же уровне и диктует те же древние программы выжить любой ценой. Человек ищет, где отсидеться и спрятаться от сложных уроков жизни, от драгоценного опыта, следования своему истинному пути. Вот только парадокс в том, что, убегая от сложности выхода на свой путь, человек еще больше впадает в эти сложности, как в сети паука, и чем больше он бежит, тем больше втягивается в паутину. Вернемся к тому, что побуждает человека так поступать. Закон свобода пункт свобода от страха. Социальный страх выражается через получение осуждения от социума. И это самая большая проблема, или, как я это называю, творческая задача, с которой нужно справиться в жизни каждому отдельному индивиду. А что происходит, если человек идет по пути, выбранному социумом, повинуюсь инстинктам физического тела. Я приводила примеры выше. Я уверен, что каждый, кто честно проанализирует свою жизнь, вспомнит, причем не один пример, как он предал свои интересы души и шел по чужой намеченной дороге. Идя по чужому пути, вы увеличиваете свой путь развития души, увеличиваете страдания, потому что жизнь постоянно будет говорить вам через пинки судьбы, что вы идете не туда. Через плохие отношения, плохое здоровье, крах карьеры, потерю финансов и прочее. Моменты отчаяния и внутреннего мучения после сделки со своим умом тела будут возрастать. Это постоянный бесконечный конфликт со своей душой и замыслами. Это вечная неудовлетворенность своей жизнью и терзание мыслью, что прожил чужую жизнь или пустую. Вечное обвинение других это тайная обида, может даже агрессия на мир. А по сути это скрытая обида на самого себя, за то, что изменяешь своей душе. Вот вам и круг сансары. Следующее воплощение будет более сложено и опять начинать все сначала. Вы хотите этого? Душа определенно не хочет. Помните, жизнь всегда представляет нам возможности и полный чемодан инструментов для реализации контракта души. Да, сначала бывает сложно выйти на истинный путь, но если вы окончательно решились идти поверением своей вечной души, то ваш путь будет легок, интересен и главное, вы будете получать большое удовольствие от этого пути, потому что он ваш и истинный. А свыше Вселенная будет вам помогать сделать этот путь радостным и легким, принося большую пользу людям, что и требует от нас сегодня эпоха водолея. Это фундаментальные законы мироздания. Хотите верьте, хотите нет, это ваш выбор. Но того, кто захочет проверить эту аксиуму, ждет истинное счастье и гармонии в душе. Как найти предназначение Рецепт от Милтона Эриксона У всемирно известного американского психотерапевта Милтона Эриксона описан один интересный случай. К нему на прием пришел молодой человек, мексиканец, и спросил, «Доктор, вы могли бы мне помочь? Что вас привело ко мне? Дело в том, что я недавно приехал в Америку, но никак не могу найти себе работу». «Тогда, юноша, вы обратились не по адресу», сказал ему Эриксон. «Я психотерапевт. Я помогаю людям решать их душевные проблемы, и у меня нет для вас работы». «Но я знаю», сказал молодой мексиканец, «что вы очень мудрый человек, и вы можете подсказать мне, дать совет, как найти работу по душе». «Хорошо», сказал Эриксон. «Тогда ответьте мне на вопрос, чем вам нравится заниматься, что у вас очень хорошо получается». «Мне нравится готовить пищу», ответил юноша. «Я люблю это дело, и люблю кормить людей. Я люблю смотреть, как они с удовольствием едят то, что я готовлю. Я стараюсь вложить в приготовление пищи всю свою душу». «Вот и хорошо», сказал Милтон Эриксон. «Выберите в городе тот ресторан, в котором бы вы хотели работать. Придите к управляющему и попроситесь мыть столы и посуду, просто за едой ночлег. И делайте свою работу очень добросовестно. И дополнительно, в свободное время, помогайте официантам и шеф-поварам. И вообще, старайтесь помогать всем в ресторане. Станьте душой коллектива. Через три месяца приходите ко мне, я скажу, что нужно делать дальше». Ровно через три месяца юноша пришел к Милтону Эриксону. «Расскажите, как ваши дела?» спросил. «Я устроился в один из крупнейших ресторанов города. Он мне очень понравился. И сделал все, как вы советовали. Я попросился помогать в зале за едой ночлег. Управляющий охотно согласился. «Тарелку супа мы всегда тебе найдем», сказал он. «А спать можешь в подсобке». С утра до вечера я управлялся со столами и посудой. Никто не мог придраться к моей работе. Все было идеально чисто. А в свободное время я помогал официантам и шеф-повару на кухне. Они также довольны моей работой. А шеф-повар сказал как-то, что если бы у него был такой помощник, то он был бы счастлив. Я так хорошо справлялся со своей работой, что управляющий стал мне платить немного денег. «Вот и хорошо», сказал Эриксон. «Завтра подойдите к управляющему и скажите, что вы хотите уволиться. Поблагодарите за все и скажите, что вам предложили работу официанта с таким-то окладом. А потом расскажите мне, что произошло. Через три дня молодой человек пришел снова к доктору, несколько возбужденный и очень радостный. «Вы знаете, когда я ушел от вас, я долго не мог понять, зачем вы мне дали такое задание. Но я сделал все так, как вы мне говорили. Когда я сказал управляющему о своем решении, он сразу, не раздумывая, предложил мне работу официантом с чуть большим окладом. Так что теперь у меня есть работа, я вам очень благодарен. Что мне делать дальше? «Теперь», сказал Эриксон, «работайте так же добросовестно еще три месяца, а потом подойдите к управляющему и сообщите ему о своем решении уйти в другой ресторан, где вам предложили работу помощником повара». Через три месяца юноша снова был у доктора. «Ну, как дела?» спросил его Эриксон, как только тот переступил порог его кабинета. «Когда я сообщил управляющему о своем решении, начал свой рассказ юноша, то он очень расстроился, а потом пошел и поговорил с шеф-поваром. После разговора он подошел ко мне и сказал, «Хосе, мы все очень любим тебя и не хотели бы, чтобы ты покидал с шеф-поваром, и он сказал, что с удовольствием возьмет тебя в помощники. Поэтому я предлагаю тебе остаться у нас и готов платить даже больше, чем тебе предложили в другом месте». Я с радостью согласился. Через два года, когда хозяин открыл еще один ресторан в другом конце города, молодой человек стал в нем шеф-поваром. Еще через три года он занял место управляющего, а через десять лет имел уже свой собственный ресторан. Конечно, вы сделаете для себя свой вывод, а один из вариантов следующий. Станьте экспертом и профессионалом в той области, что вам нравится, отчего у вас горят глаза. Ищите в жизни достойных людей, кому вы можете помочь. и предлагайте свою помощь. Работайте изо всех сил, с душой, наполняя свой продукт любовью и позитивными энергиями. И такого специалиста будут рады заполучить самые лучшие компании. вопроса ниже, которые я вам дам, помогут быть честными с самим собой и каждый раз выбирать правильную дорогу на своем пути. Вспомните, на каких главных развилках в своей жизни вы проследовали мимо истинных желаний души. Вы пишите их. Напишите, а как бы вы поступили, исходя из сегодняшнего дня? Далее, что можно исправить сегодня? Накидайте план действия на будущее в схожих ситуациях, потому что урок будет повторяться до бесконечности, пока вы его не усвоите. Подумайте, как вы недавно предали свою душу, в чем вы пошли против ее истинных желаний? Какую сделку вы сотворили со своим меркантильным и испуганным мозгом? В чем состоит истинное желание души? Закон свобода – пункт свобода от навязанных негативных программ и убеждений. Страх быть осужденным Напомню о самом важном в этом разделе. Страх быть отвергнутым обществом – самый страшный подсознательный страх для индивида. Это сидит у каждого человека очень глубоко в подсознании. И не каждому суждено с ним воочию познакомиться. Я впервые сделала открытие для себя про социальный страх, когда отрабатывала технику на тренинге «Антивирус страха и чувство вины». Каждый участник тренинга, а нас там было более 25 человек, пришел с запросом своего конкретного страха. Например, страх знакомиться с мужчинами или страх, что мой ребенок сидит часами у компьютера, или страх высказать своему партнеру то, что чувствую мыслью. Все страхи людей пришли в итоге к одному знаменателю «Я незначим, я ничто, я изгой, я достоин смерти». Вот отсюда рождается самооценка. Но об этом мы поговорим ниже. Всегда есть выход. У нас имеется инструмент для работы с этими древними инстинктами и разделами рептильного мозга. Неокортекс. Разум. Который, возможно, кто-то нечасто использует. Помните, эмоция – это реакция тела на состояние наших мыслей. Какое послание непрерывно получает тело от нашего мыслительного центра, если исходит мысль «Аларм, угроза, я в опасности». Реакция здесь известная «Беги, беги или замри, изобрази мне мою смерть». Эти реакции вылазят на заякоренные страхи. Страх получить какое-либо возражение, опровержение вашему мнению, страх неудачи. Кстати, именно от этого страха рождается перфекционизм, а у психиатров это считается фобией. Продолжим наше перечисление. Страх быть неправильным и не дай создатель выглядеть плохим в глазах окружающих. Именно поэтому нам страшно сказать «нет другим». Нас очень волнует мнение другого человека, больше чем свое. Мы боимся негативной оценки как огня. Хотя в реальности другим зачастую по барабану вы и ваши переживания по этому поводу. И в конечном итоге любой страх это не более чем мнимый страх части вашего древнего рептильного мозга. Это страх вашего животного эго, который боится умереть. Для биологического эго смерть всегда скрывается за ближайшим углом и реакции его известны. Что же нам делать со страхом быть осужденным? Согласитесь, что это звучит как приговор. Все просто. Для начала поймите одну аксиому. Страха в настоящей реальности нет. Кроме вашего представления о нем. Вам когда-то о нем рассказали и закрепили. Он не живет вовне. Он живет внутри вас. И только вы сможете его дальше раздуть до реальной смерти биологического тела или трансформировать во что-то полезное для тебя. Начните с мелочей. Нарабатывать новые привычки отстаивать свои границы. Как же отстаивать свое мнение, сохраняя внутреннее спокойствие, когда вам навязывают и заставляют идти против своей души? Для некоторых людей отказать другому человеку бывает очень творческой задачкой. Человек вас просит об одолжении, а вам невыгодно это предложение. Ситуации бывают разные, так же, как и люди, которым нужно отказать. Первый способ в большей степени будет подходить к тем людям, которые злоупотребляют просьбами о помощи. По сути, это такие социальные паразиты, живущие за чужой счет. Большая ошибка некоторых людей состоит в том, что они начинают уклончиво отворачиваться, вроде как культура поведения не позволяет резко грубить словом «нет». И начинается «Я помогу вам, но сейчас я занят, и когда освобожусь, не знаю». «Ой, я даже не знаю, у нас на сегодня запланирован поход в зоопарк, ведь и так давно ждали этого». Всякие половинчатые попытки взбунтоваться и отказаться, ну, не знаю, у меня на выходные были другие планы, вызывают у ваших невольных мучителей какое-то даже удовлетворение. Оно и понятно, чем больше вас уговаривают, тем больше вы чувствуете себя виноватым. Якобы растет ваша вина перед просителем, растут и проценты. Типовые ответы «У меня билеты в театр, занятия в автошколе, поездка к родителям» тоже действуют только на тех, кто понимает, у кого адекватное восприятие жизни и себя в первую очередь. Ведь, как правило, тот, кто выезжает за чужой счет, за собой манипулятивных штучек не видит, и ваши пространные намеки в том числе. Мы сами растим паразитов на своей шее, так же, как и тирана делают его рабы, терпя его преступления. В первую очередь нужно научиться быть искренним самим собой окружением, то есть говорить правду. Это обескураживает просителя, особенно если он неадекватен или просто наивно-наклый. В то же время нужно быть доброжелательным в своем ответе. Помним о законе «любовь к гармонии единения». Например, можно просто при внутреннем спокойствии с улыбкой начать. «Я завсегда готов прийти на помощь хорошему человеку». «Ты же хороший человек». «Чем ты мне ответишь на мою услугу?» «Ресурс за ресурс, покажи мне мою выгоду». «Если просящий светет разговор к призыву к вашей совести, что настоящие друзья помогают просто так, не верьте на слово, как раз все наоборот. Выгода это движущая сила любых взаимодействий, и любой человек просто так ничего не делает. Даже альтруизм имеет внутренние выгоды. Подаю милостыню другому. Может и мне зачтется в будущем на том свете, или маме моей также подадут, и так далее». Бесплатного альтруизма не существует. Это доказано наукой этологии. Альтруизм всегда взаимовыгодный. Просто выгоды разные. Материальные, психологические, мировоззренческие, целящие выгоды, вера в Творца, карма мне дороже, удовлетворение в Душе. Даже лучшему настоящим друзьям, родственникам, мы помогаем, потому что сегодня я пришел к тебе на помощь, завтра ты ко мне. А ты знаешь наверняка, что это точно произойдет. А если помощь идет только в одни ворота, то это уже и не дружба, а манипуляция. Здесь нарушен закон гармонии баланс. И, как правило, люди со временем разрывают такие отношения. С друзьями всегда нужно обходиться по-дружески. А вот с другими попрошайками сделай то, сделай это, особенно с теми, кто больше паразитирует на вас, нужно обходиться просто и адекватно. Поэтому, если вы точно знаете, что вам не хочется делать то, что вас просят, просто будьте в своем ответе прямо. Отвечайте просто. Я рад тебе помочь, но чем и когда отплатишь за мою услугу? И посмотрите на реакцию человека. Главное, будьте смирей. Представьте, что сбрасываете из себя кровососного паразита, например, клопа. В реальности вы же не будете ждать и уговаривать его, чтобы он меньше пил вашу кровь. Прихлопните его и дело конец. Вот так и в этом варианте. Нужно сразу и быстро все расставить на свои места, и всем будет легче. Выстраивайте формат отношений сразу. Это полезно обеим сторонам. Больше к вам с такими вопросами подходить не будут. А если и будут, то всегда с выгодными предложениями. Другой типовой ответ «Не хочу». Это будет в самый раз. А если спросят «Почему?» Просто «Не хочу» и все. Помните, так отвечал профессор Преображенский в фильме «Собачье сердце» о предложении управдомовцев купить журнал в пользу детей Германии. Вы не обязаны отчитываться ни перед кем, почему вы так поступаете. Вы должны только своей душе. А если нужно поставить наглова того человека на место, то можно и сказать, но спокойно, почему вы не хотите ему помогать. Ведь за этим всегда стоят очевидные причины. Нет желания, нет мотивации, да просто человек не нравится. поймет или нет, это уже не ваша история, а обидки просителя вашу сторону – это уже его задачки. Обижающийся человек обижается в первую очередь на себя, потому что его ожиданием не суждено сбыться. Как правильно отказать близкому человеку, который навязывает вам свою гиперопеку, а она вам не нужна? Например, родители повязывают шарфик малышу, которому 51 год, задерживая его на совещании. Или вам активно навязывают место учебы или работы под предлогом, что роднее якобы виднее, что для вас хорошо. Действительно, отказ в помощи может близкого обидеть, но в том случае, если человек свяжет этот отказ со своей личностью. Ведь помощь – это некий подарок, а если подарок не принимают, значит даритель чем-то не угодил. Некорректный отказ в принятии помощи вполне может стать ударом по самооценке. От меня не принимают помощь, значит мой подарок не нужен, значит я не слишком достоин. Опять же срабатывает инстинкт страха, я изгой этого племени и одному мне не выжить, а это смерть. Поэтому, чтобы не активировать древние инстинкты, в народе это называется обидеть, надо позаботиться, чтобы этот отказ человек не принял на свой счет. Для этого надо помнить о простых правилах, их всего четыре. Во-первых, тепло искренне поблагодарить близкого, ведь он о вас заботится. Благодарность это уже некий ответный психологический подарок и сглаживает последующий отказ. Я благодарю тебя за то, что ты обо мне позаботился. Во-вторых, найти и сформулировать аргумент причину, почему вы не можете принять этот подарок. Аргумент должен иметь отношение к вашей личной ситуации, а не иметь отношение к даящему человеку. Например, я должен справиться сам, чтобы научиться. Мне самому было бы интересно это сделать. Я хотел бы сам попытаться найти свое место в этом мире. Мол, проблема во мне, а не в тебе. В-третьих, если уж отказываться, то отказывайтесь твердо. Некоторые умеют так отказываться, что наоборот провоцируют еще больше уговоров на получение помощи. Это называется ломаться. Вас приглашают в гости, а вы набиваете цену, чтобы вас уговаривали. Выглядит это по-детски жалко. Поэтому если отказываете, то это должно выглядеть как отрезан. Умерла так умерла. И в-четвертых, пообещать человеку, если что-то не получится, в будущем воспользоваться его предложением помощи. Оставить открытую дверь, в перспективе имея другую возможность. Это сглаживает некоторую категоричность отказа, в то же время вы выглядите благодарным и благородным в чужих глазах. Плюс нельзя исключить, что вы действительно вернетесь к вопросу о помощи, хотя бы по другому поводу. Вот так просто отстаивать свое мнение у разных категорий людей. Правило простое. Используйте меньше лжи, будьте честны и искренни, и все ответы. стрицей. А душа так будет рада, что наконец-то вы живете с ней так, как давно мечтали, душа в душу, а не по тем замыслам, которые вам приготовил социум. Успехов вам на этом пути, я в вас верю, у вас все получится, я это знаю. Как отказать начальству? Этот вопрос мучит многих. Пришел на работу на одни условия, а на веселье в два раза больше. Что делать? Вам нужно показать, что вы радеете за компанию и общую команду, и готовы вкладываться. В то же время обращайте внимание руководства на нарушение баланса в отдаче и получении. Пример разговора. Первое. Похвала начальника в начале разговора. Подстройка. Вычерпайте пару плюсов из того, что реально делает начальник. Например, мне нравится ваша компания, как вы ей управляете, у вас талант. Второе. Я готов работать больше, чем нужно, и это уже делаю, если вижу перспективу для улучшения компании и себя, как член этой команды. Но пока я перспективы для себя не вижу. Третье. Ничего личного, но пока я наблюдаю, что баланс в отдаче и получении услуг и вознаграждения нарушен, я отдаю больше, чем имею взамен. Давайте подумаем, как нам решить этот вопрос. Далее действовать по обстановке. Примечание. Главное убрать внутренние претензии к начальству и несправедливости ваш адрес в душе и мыслях. Ведь этот человек вас чему-то обучает, а вы пока не поняли чему, и это нужно разгадать. Можно письменно написать послание начальнику, если на словах боитесь, что не сможете спокойно и грамотно донести. Будьте гибким ему написание послания. Выше описан приблизительный образец и нужно учитывать разные нюансы. Лучше такой текст подготовить заранее, выдержать 3-5 дней, потренироваться заблаговременно, озвучить телепатически этот текст начальнику перед его фотографией и послать ему благодарности за то, что дает возможность развиваться на этом рабочем месте. Так вы подготовите все на тонком плане, а позже и с вопросом к нему подходить. Откуда берется перфекционизм? Начнем мы, как обычно, копать вглубь с базовых знаний этологии. Любое живое существо изначально стремится избегать боли и тянется к получению удовольствия, приятных эмоций и чувств. Это двигатель эволюции. Например, дикое животное попало в капкан, спаслось из него и теперь будет за километр обходить это место. Или наоборот, леса поймала хорошую добычу на полянке и теперь будет ходить туда каждый день, чтобы поймать очередную жертву. Вспомните себя, когда вы бродите по лесу и собираете грибы. Вы обязательно заглянете на полянку, где нашли кучу красавцев белых или подосиновиков, чтобы получить приятные эмоции от процесса сбора этого урожая. И будете избегать того места, где повстречали змею или даже медведя. Но я хочу вам рассказать о более прозаичных вещах. Например, почему ребенок начинает врать родителям, замыкаться? Почему мужья перестают помогать по дому и валяются на диване или сбегают из дома? Если ребенка постоянно ругают за то, что он что-то плохо сделал, дает ему негативную оценку за его поведение и дела. Например, малыш получил четверку, а мама начинает его отчитывать. Но почему ты сделал такую глупую ошибку? Вчера же весь вечер сидели с тобой и прорабатывали эти простые примеры. Неужели нельзя быть внимательней? Прямо тупизм какой-то? Ну и так далее. Вспоминайте свои примеры из жизни. Или пример из отношений взрослых людей, мужчины и женщины, когда она ругает мужа за то, что он купил в магазине не то, что она «Сколько можно говорить, сметану этой марки не бери, она плохая». И опять притащил фрукты гнилые. Когда научишься смотреть, что берешь? У жертв этих нападок возникает одна устойчивая нейронная связка. Что бы я ни делал, я никогда не достигаю цели получить позитивную эмоцию, поощрение, хорошую оценку. Подсознательная реакция любого человека в этой ситуации будет уйти от этого психологического террора. Конечно, наши близкие это делают из большой любви к нам, и, конечно, нас любят, вот только они не знают фундаментальных законов особенностей нашего мозга, который призван избегать всего негативного и стремиться к получению удовольствия. и тем самым они сами пирят сук, на котором сидят, и делают все, чтобы отношения с родными стали невыносимыми. Именно из-за постоянной негативной критики у ребенка зарождается перфекционизм, у психологов он считается фобией неудач. Так появляется синдром отричника, отождествляемый многими психологами с перфекционизмом. Такого ребенка перфекциониста видно издалека. Он очень тревожен. Малейшие невдачи приводят к вспышкам агрессии к обидчикам или уходу в себя и включается аутоагрессия. А вслед за этим вылазят физические болезни. В чем разница здоровых амбиций и перфекционизма? Есть и здоровые стремления к достижению цели. Человек устанавливает себе высокие стандарты и труднодостижимые цели и при этом получает удовольствие от них, а главное от процесса их достижения. Но как правило таких людей мало, их не более 10% от всего населения. Это лидеры нашего мира. Чаще встречается другой вид перфекционизма. Он называется невротическим. «Человек с невротическим перфекционизмом побуждается страхом перед неуспехом». У такого перфекциониста желание стать еще лучше, чем он есть, становится идеей фикс, поэтому он всегда неудовлетворен. Это постоянное стремление к идеалу, недостижимому совершенству. перфекционист-невротик делает все для того, чтобы показать, что он заслуживает любви, всеобщего уважения и признания его роли в обществе. Он подсознательно преследует только одну цель – внимание, одобрение окружающих. Берет в качестве ориентира некий эталон, который не соответствует его потенциалу. Следовательно, у такого человека имеется неадекватный завышенный уровень притязаний. Если здоровый перфекционизм состоит в убеждении, что наилучшего результата можно и нужно достичь, то при патологической форме перфекционизма возникает убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. Невротический перфекционист устанавливает для себя заведомо невыполнимые цели и стандарты и движется к ним не из-за удовольствия или амбиции, а из-за страха неудачи и отвержения обществу и в первую очередь близкими. Помните базовый инстинкт изгоя. В ходе работы его внимание сфокусировано на собственных недостатках и мыслях и возможной ошибке, поэтому он не испытывает удовлетворения от сделанного, даже если сделано все превосходно. В итоге погоня за идеалом превращается в самоистязание. Разочарование от неудачи ведет к депрессии, снижению самооценки логической цепочки в подсознании. Я неудачник, я не достоин успеха, я не ценим обществом, я ничто и заслуживаю смерти. Базовый страх не выжить в смерть. Нездоровая самокритика и чувство вины не дает радоваться достижениям. Человек постоянно недоволен собой, он зациклен только на своих ошибках. Максимализм – принцип «все или ничего» заставляет отказываться от многих дел. Страх неудачи вынуждает избегать ситуации, где могут проявиться несовершенства. Аксиома «не существует совершенных вещей», «нет предела совершенства». Как только ты достиг совершенства, ты понимаешь, что это несовершенство и стремишься к новому горизонту. Это вечный процесс усовершенствования пространства и себя. У перфекциониста появляется чрезмерная скрупулезность, мелочность, понимание к деталям отнимает много времени. Он сосредоточен на маленькой негативной точке, которая отравляет весь остальной позитивный фон. У перфекционистов работа респутник жизни, которые не вписываются в выдуманные ими стандарты, попадают в разряд недостойных. У человека не складывается карьера, рушится личная жизнь, и он сам себя загоняет в разряд изгою, сам определяет себе место в обществе. Окружающие люди чувствуют эту программу через поведение и вибрации и, соответственно, реагируют на нее. Близкое окружение подбивает масло в огонь, постоянно отбивает руки негативной критикой и акцентом на ошибках. Не так сидишь, не так говоришь, не так делаешь, не то ешь, не с тем дружишь, не ту профессию или партнера выбрал и прочее. У ребенка и потом уже повзрослевшего человека появляется выученная беспомощность. Он чувствует себя опять изгоем и все идет по кругу. Можно это назвать эффект пони по кругу. Основа для такого поведения определенный тип нервной системы называется он тревожный. Опять возвращаемся к тому, что все внутри человека, а не вовне. поняли, в чем разница фобии перфекционизма от здоровых амбиций? У одного страх от результата, а у мысящего возможностями человека удовольствие от процесса. Выученная беспомощность. Вернемся к тому, что является причиной подобного поведения у человека. Напомню в экспериментах с животными. В большой аквариум поместили щуку. Сначала она плавала по всему аквариуму, но потом одну часть наградили прозрачным толстым стеклом, и щука не могла туда попасть. Во вторую часть кидали еду, она пыталась туда проникнуть, не видела преграду, но натыкалась на препятствие. Долгое время щука билась в постоянных попытках пробить невидимую стенку, и в конце концов она отступила. Экспериментаторы убрали стекло, освободив путь, но щука больше никогда не возобновляла попыток попасть в другую часть аквариума, даже если видела там корм. Она плавала в маленьком пространстве. Так работает лимбическая система нашего мозга, сформировав выученную беспомощность. Эта информация заставляет задуматься. Наверняка в вашей жизни тоже давно уже нет преград, но прошлый негативный опыт, засевший крепко в вашей голове, не дает вам двигаться вперед и развиваться. Например, человек попытался познакомиться с противоположным полом. Несколько раз ему отказали, и у него сформировалось убеждение, что вообще не получится, что бесполезно дергаться, так как был негативный опыт. Все эти выводы приводят к бездействию. Кстати, выученные беспомощность и убеждение, что бы я ни делал, я не достигну результата, я получу по рукам, я получу отрицательную оценку и испытаю негативную эмоцию. Скачусь по иерархической лестнице социума вниз, буду изгоем, и в итоге смерть неминуема. Передается генетическим путем нашим потомкам. Стоит ли человеку пробовать снова и снова проходить через воображаемую стену? Думайте сами. Выбор за вами, и это закон свободы. ВИП-поддержка для тех, кто готов справляться со своими древними инстинктами, закрепившимися посредством социума нашего мозга, я дам очень хороший и простой рецепт. Это базовое упражнение, которое приучает вас мыслить в позитивном ключе. Оно учит делать акценты на хорошем, что автоматически приведет к повышению самооценки, повышению своей значимой роли в обществе, а значит повысит вибрации и наполнит вас энергией. Шаг. Помните, выученная беспомощность – это всего лишь древний инстинкт. Это реакции вашего древнего мозга, рептильной римбической системы. И с ней можно легко справиться. Помните, знание причин есть великое знание, как говорил Галилей, и оно дает внутреннюю свободу. Шаг. Если я вам сейчас скажу, посчитайте вокруг себя десять уродливых вещей, то вы будете видеть только это. А если попрошу вас посчитать вокруг десять привлекательных и красивых вещей, то вы будете пребывать в позитивной реальности. Начните с сегодняшнего дня давать оценку своим делам по схеме ВИП. Расшифрую вам эту аббревиатуру. Буква В вычерпать пять плюсов, что вы сделали хорошего в ситуации. Буква И инструкция на будущее, что улучшить в следующий раз подобной ситуации. Буква П поддержка себя. Станьте себе родной мамой, которая вам не додала правильные заботы и внимания. Помните, что никто не способен вам закрыть потребность значимости и актуализации вашей личности, кроме вас самих. Поэтому начните быть себе психологическим спонсором. Поддержка может звучать в таком виде. Какой же я все-таки молодец. Как у меня хорошо получается себя поддерживать. Красавец. Где я таких беру? и погладил себя со всех сторон по телу, где хочется. И дополнительная помощь в этом упражнении. Чтобы процесс напитки этой самой важной потребностью третьего уровня шел быстрее, начинайте давать критику другим людям по той же схеме. Мы часто привыкли требовать друг от друга закрытие этой потребности гробостью, оскорблениями и через обиды. Я тебе 20 лет отдала, а ты неблагодарен мне за это. Кстати, может, вас и не просили, а это была ваша идея фикс, подумайте об этом. Итак, теперь начинаем с себя. Отдаем дань благодарность окружению за их дела и поступки, позвученные выше схеме. Примечание. Важно разговаривать с собой, как будто внутри вас живет мудрец ментор, который вас поддерживает и очень любит. Итак, закрепим. Первое. Что хорошо получилось? Начинаем с достоинства. Второе. Что добавить или изменить в будущем? Рекомендации на будущее подробно, конкретно. Третье. Плюс комплимент, плюс позитивное внушение. Завершаем приятным и воодушевляющим. Быть неправым значит умереть. Если человек идентифицирует себя с умом тела, то на все стороны его жизни влияет базовый страх смерти. Ведь даже банальное желание быть всегда правым в споре, отстаивая свою внутреннюю позицию, с которой человек сверяется, и делать оппонента неправым, порождается страхом смерти. Когда человек идентифицируется с какой-то внутренней позицией и вдруг оказывается неправым, то его самовосприятие испытывает серьезную угрозу уничтожению. Исходя из этого, эго человека данного воплощения не может позволить себе быть неправым. Быть неправым для него равнозначно смерти. Именно это представляет собой главную причину начала войн и распада бесчисленного количества отношений между людьми. Совсем другая ситуация, если себя рассматривать не как Машу Иванову, а как вечную душу с расширенным сознанием, которая пришла сюда совершенствовать себя, мир, через свою специализацию, и быть в сотрудничестве с соседними клетками одного организма космос. Значимость человека в социуме. Немного теории о словах «нет» и «да». Когда первой реакцией человека в ответ на фразу собеседника является слово «нет», это значит, что в этот момент человек хочет перечеркнуть все, что сказал собеседник, «нет», ножом отрезать. Коротко обозначает «ты не прав». Таким образом, ответом «нет» перевод такой «вот какой я умный, я знаю все лучше тебя». А если добавляется фраза «я с вами не согласен», то это имеет серьезные посредствия. Какие? Сказав «нет», неосознанно происходит следующее. Человек хочет повысить свою значимость, принижая значимость собеседника, обесценивая его слова. А каждый человек имеет такую важнейшую потребность, как значимость в обществе. И эта потребность настолько велика в человеке, что в итоге она приводит даже к воинам, к малым или большим. Это уже зависит от уровня социального статуса. Но к конфликтам однозначно. Значимость имеет прямую взаимосвязь с самооценкой и местом в обществе, социальной иерархией. Чем больше к человеку прислушиваются и следуют его советам и рекомендациям, тем больше его роль в социальной лестнице. А соответственно, тем больше он получает благ от общества, занимая высокий пост. Именно поэтому люди больше склонны раздавать рекомендации, чем слушать. Это в общем. значимость человека в обществе – это огромная движущая сила, которая стимулирует и мотивирует человека на развитие. Поэтому, зачастую, отстаивая свою значимость, человек вызывает в ответ защитную реакцию в виде агрессии. Идет противостояние к тому более значим. По сути, это борьба и конкуренция за свой статус в обществе. Это древние инстинкты, и людьми они движут автоматически. Итак, человеку сказали «нет», и первая же неосознанная реакция собеседника будет стремление свою значимость защитить, а значит, он начнет вашу позицию оспаривать, даже не вникнув в суть вопроса. Вместо конструктивной приятной беседы получится спор. Может быть даже и конфликт. Собеседник встает в противоборствующую позицию напротив вас. Он по другую сторону баррикады. Помните, слово «нет» это всегда путь к деструктиву. Когда человек говорит «да», это позитивная установка на сотрудничество. Это выработка собственной привычки к разумному согласию, умение находить разумные компромиссы с собеседником. Итак, что происходит, если вы начинаете свою фразу с «да»? Вы признали правоту человека, вы с ним согласились, вы поддержали его значимость, важнейшую потребность человека. Собеседнику уже не нужно защищать свои позиции по отношению к вам, вы сделали это за него, воспользовавшись волшебным «да». Человек сразу же испытывает облегчение на подсознательном уровне. Вы теперь для него не потенциальный противник или враг, а союзник. Вы теперь ему симпатичны, ведь вы с ним заодно, а значит можно расслабиться и не ожидать от вас удара по собственной значимости. Он не видит у вас соперника, с которым нужно бодаться. Инстинкты защиты выключаются. В вашем обществе человек будет чувствовать себя безопасно, комфортно, чувствовать поддержку, симпатию и море остальных позитивных чувств. Итого, слово «нет» провоцирует на защитные действия и разобщение. Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Слово «да» играет объединяющую роль идти с человеком параллельно по одной дороге, смотреть в одну сторону. Можно сказать «идти в одной упряжке, созидая мир». То же касается и согласия со справедливостью этого мира. Когда вы в согласии с замыслами Творца, то вы идете с ним в одном направлении, думаете унисон, вы с ним на одной волне, на девятой волне. На каждую из практик выделяйте время, не только для чтения, а для внедрения этих рекомендаций по изменению мышления в позитивную сторону в вашу повседневную жизнь. Если вы просто прочтете книгу, это хорошо, будете много знать. Если вы внедрите хотя бы 30% конкретных методов повышения жизни, то позитивные результаты вашей жизни появятся практически сразу. Один успешный бизнесмен читал книги так. Он, прочтя несколько страниц до смыслового завершения текста, откладывал книгу «Делай закладку». И пока не внедрит очередную привычку, книга ждала его на столике. Моя рекомендация прочитать эту книгу сразу одним махом, но с заметками для себя, выписывая их в дневник мудреца, а потом заново начать читать по образцу успешного бизнесмена. «Делай» «Делай» «Делай»